В поджоге собственной квартиры обвиняют жительницу посёлка Перескачка. Сегодня она предстала перед судом. Среди пострадавших две семьи и администрация города. Что стало причиной такого странного поступка, расскажет Дмитрий Коньков. Заседание суда потерпевшие и подсудимая ждут вместе. Общаются, обсуждают новости, интересуются, как дела у знакомых. Ещё недавно эти женщины жили в одном посёлке, на одной улице, в одном доме. Но сказать, что это сосуществование было мирным нельзя. Как рассказывает подсудимая, 53-летняя Зинаида Семёнова с соседками постоянно конфликтовала. Особенно со Светланой. Я постоянно возмущалась, что не так делаем. Я как будто толпу собирала, я вообще никого не собирала. У меня сожитель собирала толпу, я в это время вообще болела. Лежала на кровати. А давно конфликтуете? Ну, давно с ней. Она вообще хотела свою дочь туда прописать. Меня хотела травить, выгнать. Утром 30 мая этого года тлевший конфликт вспыхнул ярким пламенем. Причём в буквальном смысле этого слова. В квартире, где проживала Семёнова, произошёл пожар, который, как сказано в уголовном деле, устроила сама подсудимая, находясь в состоянии опьянения. Спичка, которая воспринимала Семёнова при прикуривании сигареты, подожгла предмет домашнего обедкода, а именно штору. И то, для чего произошло, мы возгорали указанного предмета, а в последующем элементах отделки квартиры и дальнейшее распространение огня в квартире и по всему дому. Пламя охватило старый деревянный дом и за 4 часа полностью его уничтожило. Кроме того, сгорели несколько надворных построек и баня. К счастью, обошлось без жертв. А вот материальный ущерб от поджога составил более миллиона рублей. В числе пострадавших оказалась и администрация города, которая потребовала взыскать с подсудимой стоимость сгоревшего дома – более 800 тысяч рублей. Гражданский иск заявила и одна пострадавшая. «Чтобы она мне выплатила хотя бы 200 тысяч. Сумма, значит, 200 тысяч?» «Да, ну вот, чтобы рассчитаться с баней, которую я купила, и я еще за нее не выплатила». Подсудимая свою вину признала полностью в содеянном, раскаялась, принесла извинения пострадавшим. Поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил Зинаиде Семеновой наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и обязал ее выплатить пострадавшим 882 тысячи рублей. Дмитрий Коньков, Андрей Огарков. Новости. Первоуральск. Продолжение следует... Продолжение следует...